вот приветствую приветствую всех кто смотрит видео хотел поделиться тем что получилось и не получилось одновременно вот эти самые шкатулки которые тут задумывал сделать я конечно понимаю что сейчас те кто являются плотниками будут нехорошо отзываться мою сторону вот дел в том что просто я не плотник и это делаю как бы просто тут именно по души без навыка без ничего то есть как бы не знаю как это назвать ученик одновременно самоучка вот как то так то есть никто не подсказывает особо ничего как тут нужно что правильно что неправильно поэтому тут ошибки конечно допустил но все же бритвки только еще стал заточить а так вот так вот все это выглядит ну да что давайте покажу то есть делается так за середку берется снимается вот бритвка вот так это все выглядит направляющие две штуки ну принципе интереснее чем предыдущие шкатулки делал сразу скажу и удобнее как-то и брать прям красота единственно что думаю может какой-то клей мишка как-то придумать то есть чтобы показать девер денис иначе тут непонятно что где это вот так вот это вот такие прямоугольные и когда сделал у меня что-то первое такое слово название точнее появился гробики чем-то напоминает гробики вот так вот это выглядит тут еще некоторые бритвы будут с ручками поэтому они тут вообще запоздают это тоже прямоугольник вот так вот все так плотно конечно нормально принципе по этому поводу нравится тут ведь он немножко сделал края какие-то так вот просто как бы это слишком скучно смотреть вот на прямоугольник прямоугольник все-таки скучная штука это только ж не ась но все же хоть что-то вот так вот дальше вот опять же тут видите вот углы посрезал и не я не вот ну реально скучно смотреть на прямоугольник хотя прямоугольник такая строгая принципе форма тоже вот как вариант вот так вот тоже так же все вот удобно все тоже продумано чтобы вот острием никогда не коснулась бритва идет ее как угодно то можно болтать но она никогда не коснется раз все тут ограничитель острием никогда не коснется это очень важно для бритвы тут тоже вот видите как тут углы вот так сделал то есть легким таким радиусом чтобы совсем уж прям не было все так вот скучно в принципе тут я показываю уже одно и то же тоже уголки сшиблены вот этот прошелся прошелся тут с нагревом получим так делается у меня тут это я так делаю верный это воск натуральный пчелиный я просто никак не особо признаю такие химические обработки их может и зря конечно ну вот не охота мне с ними вот именно хочется что такое вот приятный такой скользящий этот воск вот как бы вот так все это получилось да вижу что ошибки есть ошибки так в чем ошибки давайте просто возьмем прям любую первую сейчас открываю вот сразу же тут полировать уже не удастся потому что я спинки надо было сделать это заранее хотя можно было тоже так же вот как это сделать притемнить полежнуть то есть вот вот уже сразу же ошибка ну с подгонкой по щелям если допустим вот видите вот в этой шкатулке это прям грех тут чина тут будут пока думать я тоже как бы сразу сторону откладываю вот другую беру все четко все ровно никаких проблем ну да ну косячки вот в этом вот заключаются допустим вот видите маленькой маленькой такая щел щели образовался где крышка вот она есть ее не может не быть и то же самое вот тут же можно было как-то заранее полирнуть но если честно я их делал как пробный вариант а дает стать в дереве что-то попробую снять это сейчас убрать то есть первый блин как быть немного комом вышел вот как то так но ну и не вот просто не вот прям вот как бы вот слово не вышло здесь тоже не подходит да конечно с косячками конечно да ну лучше чем ничего как говорится вот тут тоже вот это вот вот щель с краю видите гуляет вот буду думать если кто-то в курсе как вот с этим справиться как прямая там надо выбрать как-то выборку сделать просто уже на таком вот состоянии уже выборку делать сложновато доску как-то в общем я пока еще буду размышлять над этим вопросом не знаю даже не знаю а а так вот принципе вот все в таком положении принципе вот если сравнивать у меня есть знакомый один человечек он был маньяк по японским всяким штукам там ножи тоже бритвы всякие тут покупал эти японские вот пример он нож купил за 60 тысяч от еще несколько лет назад то есть сейчас он там вообще что-то траву около сотни стоит этот нож он взял на природу и был у нее с собой еще дамасский нож обыкновенный такой простенький там причем что-то около двух чем тысяч вот дамасский нож служил верой и правдой вот это за 60 тысяч сначала зажавел потом затупился и очень ввести такой в расстройствах то да все например вот даже вот ту же бритву проблему комиссари бритва не складная вот он прикупил за сто двадцать семь тысяч в общей сложности она в него вышла человек денег на валом делать некуда как говорится да еще маньяк по этим делам поэтому понять тоже можно с одной стороны вот и он крайне недоволен говорит бритва будет постоянно садится как садится одно бритье похватает прямо впритык все нужно править это как бы не есть хорошо за такие деньги и бритва тоже было в шкатулке и вот если сравнивать допустим шкатулки просто даже не бритвы потому что там они сказки сочиняют мол то да сё там металл из которой сделан это бритвы мы вручье намывали вручную там вообще ужас просто если кто знает то есть как металл добывается как его производится он знает что эта сказка просто крайне уже наглая сказка ну что ж некоторые хотят в это верить почему бы нет раз хочется вот и да и шкатулками если вот примеры тягаться то вот эти шкатулки реальные круче японской потому что она его прям вот знаете как сделано как бы вот как будто вот я просто взял пластины пошваркал их по асфальту вбил какие-то деревянные кривые гвозди ну такие варианты то есть как шпиньки только прямо для ли кривые просто наглухо и все это как так вот надета то есть принципе шкатулка работает таким же образом тоже так же снимается все но вид у нее как будто вот в детсаде и и случайно как-то так вот получилось створил ребенок и это вот за такие деньги поэтому я тут вот сначала вроде расстроился думаю вот то не так то все это не так а потом как-то так посмотрел сравнил думать ничего принципе для первого раза вполне уж явно следующий раз будет еще лучше то есть я же всегда учусь на своих ошибках вот они меня запоминаются на пожизненно поэтому как-то так сейчас подумаю может какие-то бритвы уже даже сточу пару-тройку штук где шкатулки такие ровные без щелей и уже донесу их до сайта вышел наверное так остальные буду мы там где-то ручки нужно сделать где-то вот что-то с щелями с этими а так в принципе принципе все сказал вот такие в новости вот сегодня ладно что ж до свидания на этом все будет что интересно обязательно покажу